Сейчас слово Арсений Васильевич. Доклад называется «Влияние биоугля на биологически доступные формы урана, сенса и карния в длинного подсобенности с опущенной почвы». В последнее время большой интерес вызывает различные эффекты, которым приводят к висению биоугля в почву. Это связано с тем, что биоуголь, являющийся продуктом перориза, не высокой температурной, не выше 500 градусов Цельсия, при низком доступе кислорода, используется для повышения плодородия почв, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и также для того, чтобы консервировать, считается, что он может способствовать консервации углерода в почвенном комплексе. Кроме того, он помогает решить проблему утилизации органических отходов. Настоящая работа представляет собой часть исследований в рамках пилотного проекта, осуществляемого тремя подразделениями. Институтом радиобиологии и двумя подразделениями университета. Биологическим факультетом я представляю радиохимическую лабораторию Белгосуниверситета. Значит, почему ничего нет? Нештатная ситуация. Весчет. Ну, хорошо, я буду говорить так. Цель настоящая. Дело в том, что внесение биоугля в почву, помимо благоприятных эффектов, оно совершенно неизвестно, как сказывается на формах нахождения тяжелых металлов, которые практически повсеместно присутствуют в почвах, и как сказывается, собственно, на радионуглидах естественного происхождения или антропогенного происхождения, которые вносятся, в частности, с минеральными удобрениями. Цель настоящего исследования заключалась в изучении влияния биоугля отечественного производства, производимого на территории Белоруссии, из отходов лесной промышленности, на запас таких тяжелых металлов, как кадмий и свинец, и уран, преимущественно антропогенного и естественного происхождения, в подвижных или биологически доступных формах, в зерново-позволественном, в конкретном виде почвы, характеристики которой будут приведены дальше. В качестве задачи исследования решались определения, определялись характеристики почвенного комплекса, такие как кислотность, полное влияние биоугля на такие характеристики, как содержание подвижного калия, кальция, до и после внесения биоугля в такие сроки, как через месяц после его внесения и через 3 месяца, а также в установлении запаса в почвах этих элементов в биологически доступных формах после внесения биоугля, ну и в оценке влияния биоугля на запас радионуклеев в различных дозах, на запас кадмия, свинца и урана в корнеобитаемом слое сельскохозяйственных почв. В качестве методов исследований использовалась для определения запаса радионуклидов вблизи корневой системы растений, использовалась стандартная методика селективного экстрагирования с использованием ацетатного буфера при pH 4,6. При этом определение тяжелых металлов кадмия, свинца, а также калия и кальция в образцах почв и почвенных экстрактов устанавливалось методом атомно-адсорбционного анализа. Что касается урана, он определялся радиохимическим методом сактоспектрометрической идентификацией радионуклидов. Для определения характеристик почвенных использовались стандартные методики. В качестве объектов исследований использовались образцы дерновоподзолистой, супещаной почвы, характеристики которой вы видите на данном слайде. Это была почва, близкая по кислотности, с потенциальной онабинной кислотностью, близкой к нейтральной, средой порядка 5,8, с невысоким содержанием органических компонентов 3,5% относительно массы абсолютно сухого вещества, с полной влагоемкостью порядка 40%, с содержанием кадмия и свинца, с невысоким содержанием кадмия и свинца. Ну и указано содержание подвижного кальция и калия в этой почве, установленное по стандартной методике. Содержание урана, ну это в основном был преимущественно, это был в основном уран естественного происхождения, и удельная активность образцов 0,20 см слоев почв представлена здесь. И в нижней графе таблицы представлены характеристики биоугля. Но тоже содержание кадмия, свинца, кальция, калия, и содержание урана, и влагоемкость почвы, и кислотность, значительно превышающая восьмерку. Значит, внесение экспериментов, все это изучалось на модельных экспериментах, в лабораторных условиях. Когда брались образцы 0,20 см слоев почв, туда они обогащались кадмием и свинцом. После месячного выдерживания в стандартных условиях, в определенных условиях, при определенной влажности, в них вносился часть образцов, вносился биоуголь в дозах 1,5%. Части образцов оставались контрольные, половина образцов выдержалась в течение месяца, вторая половина в течение трех месяцев, после чего проводилось изучение агрохимических характеристик почвенных образцов, контрольных, которые подвергались воздействию биоугля. И, значит, как показали исследования, в результате, после внесения биоугля, уже даже при 1% дозе, в течение месяца, через месяц после внесения, мы наблюдали изменения ПАШ почвенной среды. Причем при 1% дозе биоугля, это увеличение было от 5,8% в исходной почве до 6,7%. Это ПАШ калихлор, и при 5% дозе увеличение уже достигло 7,1%. Через 3 месяца, да, при этом измерялся также и показатель ПАШ водной суспензии почвы, который, естественно, был выше, увеличивался от 6,2% в исходной почве, в почве без биоугля до 7,1% при 1% дозе и до 7,5% при 5% дозе. Через 3 месяца рассмотрели, насколько устойчиво этот будет эффект. И через 3 месяца внесение 1% дозы биоугля практически не изменило показатель ПАШ калихлор и привело к небольшому увеличению ПАШ водной суспензии. При 5% дозе увеличение произошло, как ПАШ калихлор, до 7,3% при дозе 5%, до 7,4% для водной вытяжки, то есть до 7,8% и до 7,4% при 1% дозе. Под влиянием биоугля было обнаружено изменение полной влагоемкости почвы. Влагоемкость почвы уже через месяц практически изменилась почти незначительно, а при дозе 5% даже через месяц увеличение уже составляло порядка 30%. Через 3 месяца по сравнению с контролем влагоемкость почвы фактически мало изменилась по сравнению с контрольной почвой и изменилась тоже на 30%, то есть осталась практически на том же уровне, что и через месяц. Внесение биоугля повлияло и на запас почвы калихлор в биологически доступной форме. После внесения биоугля, до внесения биоугля, содержание калия в биологически доступной форме заставляло в этих контрольных почвах порядка 215 плюс-минус 23 мг на килограмм почвы. А после внесения, для того, чтобы эффект был более наглядным, чтобы эффект был более наглядным, значит, в контроле было принято за 100%, и тогда наглядно видно, что уже при 1% дозе биоугля увеличение подвижного калия было небольшое, но все-таки фиксировалось, выходило за пределы погрешности определения на 14%, а при 5% дозе увеличение подвижного калия было на 78%. Подобная же картина наблюдалась и через 3 месяца после внесения биоугля. По сравнению с контролем, при 1% дозе увеличение было на 19%, а при 5% дозе биоугля на 87%. Практически было это. Что касается запаса кальция в биологически доступной форме, то его запас, устанавливаемый в этой стандартной методике, он варьировал, но изменялся в целом не более чем на 19%. Не видно вниз. Можно поднять чуть-чуть? Именно то можно сделать. Так, ну что интересно, что и через месяц, и через 3 месяца для 1% дозы была такая тенденция к некоторому снижению запаса подвижного калия, но небольшое, это не более 10%, в то время как в последующем оно возрастало, причем больше всего при 5% дозе биоугля. Но в целом изменения не превышали 20%. Что же касается запаса таких тяжелых металлов, как адмия, свинец и уран в этой форме, то, ну, прежде всего скажу, что существенно отличался он и в контрольных почвах. Что касается кадмия, то это элемент, который его запас в подвижной форме довольно высок, в пределах 56-58% от общего содержания в почве. В то время как содержание свинца находилось на уровне 31-33% от общего содержания свинца в почве. А что касается урана, то его запас в этой форме не превышал 4%, то есть находилось на уровне 4%. Здесь также, как и в случае калия и кальция, в контрольной почве запас элементов в этой форме был принят за 100%, и тогда, чтобы увидеть, чтобы более наглядно представить эффект биоугля. И как оказалось, существенного влияния внесения биоугля на запас кадмия, свинца и урана в области корневого питания при pH 4,6, вблизи корневой системы растений при pH 4,6 не было. Изменения касались в основном свинца и при 5% дозе биоугля, и они не превышали 20%. Таким образом, внесение почвы биоугля больше всего оказало влияние на агрохимические характеристики почвы, такие как показатели, характеризующие кислотность почвенной среды, а также влагоемкость почвы. Причем кислотность почвенной среды изменилась и через месяц, и при 1-5% дозе биоугля. Причем этот показатель уже даже превышал в 7%, но еще не выходил за пределы благоприятных условий для выращивания растений. Что касается благоемкости почвы, то наиболее заметно изменение порядка на 30% наблюдалось уже через месяц после внесения биоугля. И, в общем-то, это положительный фактор. И этот эффект сохранялся для 5% дозы и через 3 месяца. Для 1% дозы изменения не через месяц, не через 3 месяца не превышали 15%. Наиболее существенно вырос запас калия в подвижной форме. Причем наиболее заметно для 5% дозы, это порядка 80%, и на 80% почти на 90% по сравнению с контрольной почвой при 5% дозе через 3 месяца. Для 1% дозы увеличение запаса подвижного калия не превышало 19%. Что касается влияния добавки биоугля на запас почвы, кардная свинца и урана в формах, в которых эти элементы могут присутствовать на границе с корневыми системами растений, то отмеченные изменения даже через 3 месяца после внесения почвы биоугля не превышали 20%. Но следует отметить, что эта характеристика является, конечно, недостаточной, поскольку имеет значение не только содержание этих элементов вблизи границы с корневой системой растений, но и имеет значение те формы, которые способствуют транспорту этих элементов к этой области, то есть к перераспределению радионуклидов. В настоящее время исследуются так называемые обмены, запас обменных форм радионуклида в почве и его изменения под влиянием биоугля при ПА-ш почвенной среды. Все, спасибо за внимание. У кого-нибудь вопросы будут? Можно мне вопрос? Слава Васильевна, передающий стоит, можно подпишись? Посмотри. У меня еще. Вам вот это. Чем можно объяснить тенденцию, когда вы вносили однопроцентный биоуголь, тяжелый металл и концентрация снизилась в доступных формах, а пятипроцентный увеличилась? В чем тенденция зависит? Дело в том, что, значит, это, во-первых, равновесие в почве нет. Мы вносили тяжелые металлы, это сравнение с контролем. То есть, с теми почвами без биоугля, которые выдерживались в таких же условиях. И, в общем-то, колебания эти на 20%, это несущественно. По урану это все в пределах погрешности определения. То есть, да. А ПА-ш значительно больше при пятипроцентной дозе. ПА-ш среды больше увеличивается, чем при однопроцентной дозе. И они больше раскисляются, что ли, да? И уходят. Да, да. Ну, сам биоуголь обладает щелочной, слабо-щелочной реакцией. Но, очевидно, дело не только в этом. Биоуголь обладает способностью, он, во-первых, концентрирует микроорганизмы, и он удерживает элементы минерального питания, постепенно отдавая их. Возможно, это тоже каким-то образом влияет. Но это, как бы сказать, модельный эксперимент, которого еще недостаточно. Для полной картины нужна еще обменная форма. Какой-то слайд здесь. Какой? Вот это. Может быть, измерили ли вы изменение волос? Растет ли волос? Вы же умеете с этим биоугольным? Мы учитывали содержание в биоугле 1% по массе от абсолютно сухой почвы, абсолютно сухого биоугли. И мы учитывали. И это считается относительно общего содержания почвенного и этого самого тяжелых металла в биоугле. Вот это на первом слайде. Видно. Сейчас. Где характеристики. Видите содержание кадмия в исходной почве? Мы же обогащали почву и выдерживали практически в 9-10-кратном ПДК по отношению к ПДК. То есть это почва обогащенная искусственно кадмием и свинцом. Но мы учитывали общее содержание того, что в биоугле. Хотя там при 1% это мало сказывается, а при 5% сказывается. Еще один вопрос. У нас сильно увеличивается калийоподвижность. Нет, он не увеличивается сильно. Не более чем на 19%. Это калий? Калий. Да, калий. Ну, во-первых, богатый... Вы посмотрите... Содержание калия 2851 содержится в биоугле. Возможно, это, правда, общее содержание калия. А в почве это подвижного калия было 215. Можно слайд? По изведениям калия? Да. Сейчас. На секунду. При 5% существенно меняется, да. Как вы думаете, это связано с изменением пар или, опять же, может, калий вы добавляете в биоугле? И с биоуглем добавляем. Тут очевидно и то, и другое. С одной стороны биоуголь удерживает и медленно отдает, а с другой стороны в биоугле его много. Это же из древесных отходов. Но важно при этом контролироваться сам биоуголь на содержание и урана, и кадмия свинца. Потому что это тоже важно, чтобы не вносить дополнительно тяжелые металлы и радионуклиды. Больше вопросов? А, еще, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда вы готовили почву, вы как-то учитывали на лечении проорганизма? Вы ее стерилизовали, исключали вообще гигула? Вы их не контролировали. И второй вопрос. Если не контролировали микроорганизмы, кто-то контролировал какой-то фигуре, и вы попадаете в почву? К сожалению, нет. Мы не контролировали содержание микроорганизмов, но мы брали контрольные почвы, которые не вносили в тебя уголь, они выдерживались в таких же условиях. Просто изменение ВПАЖ – это добрая среда для определенной группы микроорганизмов, плохая для другой. Нет, мы смотрели влияние биоугля. А для того, чтобы исключить другие эффекты, мы собрали контрольную почву, держали в таких же условиях. И мы сравнивали это с контрольной почвой. Но они были в обе-живые. То есть мы не стерилизовали почву, и просто у вас нет. Она была просто возбуждена, сухая, от тех микроорганизмов, которые… Да, это хозяйственная, из обычного… Это было бы важно, если бы не было контрольной почвы в таких же условиях. Это была температура 16-18 градусов, и водоемкость 60-70 процентов. Спасибо.